Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare, с вами снова Джой, давайте вернемся к нашему бедному выживальщику Жона, который наедине остался в этом страшном мире. Я хотел немного заняться планированием перед тем, как ворваться в этот эпизод, поэтому давайте распределим территории. Я бы хотел отделить вот этот весь участок, для того, чтобы немного спокойнее себя ощущать. Во-первых, я бы хотел отделить, наверное, эту территорию, 4, наверное, многовато, можно остановиться на 3, ага. И в перспективе отделить, наверное, вот эту территорию тоже. Тем самым обеспечить себе только, ну даже не себе, обеспечить противникам, только один вход на территорию нашей базы. И замутить что-нибудь, типа, киллбокса, наверное. Такого плана. Отделить здесь. Отделить тут. Можно эту штуку... Опять. Чего-то типа такого. Я еще увидел здесь отличный участок. Ща. Вот здесь огромный кусок очень плодородной земли. И вот здесь участок тоже безумно плодородный. Можно будет здесь чуть высадить. То есть он небольшой, но он находится достаточно близко по отношению к базе. Это прям круто. А здесь, соответственно, условный такой киллбокс. Можно будет ограничить хотя бы проход противников сюда. Здесь установить турельки, допустим. Или здесь сделать какие-нибудь импровизированные баррикады и отсюда защищаться. И это должно, в принципе, сработать. Но это все такое на более дальний участок. План, наверное, потому что... Но это дохрена ресурсов будет стоить. У нас только сейчас нет. Но мы можем спланировать новые комнаты для наших жителей. Кстати, наверное... Неплохая идея. Наверное, нет. А можно ли как-то ограничить, чтобы... Чтобы ребята не ходили отсюда. У меня было куча неудач, когда ты отправлял колониста пройти через территорию. Он заходил, проходил по ловушкам и просто погибал на своих собственных. Ну, наверное, это не самое страшное. Вот эти двери все равно необходимо будет открыть. Еще есть интересная тема с режимом дня. Если выставить развлечения на все участки, колонист будет в более благополучном расположении духа находиться. Но это будем тестить. Это будем тестить. Так, давайте, наверное, здесь спланируем что-то типа спален. Наверное. Да, наверное. Наверное, такого размера спальни будут неплохими. Можно даже на единичку пошире. Да, 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 да. И если что, в них можно будет расположить какие-нибудь ремесленные штукенции для наших колонистов. И, наверное, на один внутрь. Да? Нет? Мне так хочется сделать на один побольше. Но, но, не, 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 не. У нас не так много здесь места. Ее можно сделать поглубже. Но, по размеру она будет вот такой. И следующий, соответственно, тоже. Пять клеток. Пам-пам. Я опять где-то проебался. Вот так. А кухня у нас переедет. Я же здесь спланировал. Да, 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 да. Все же нормально, да? Три. И здесь тоже три. Три в ширину и четыре в длину. Нормально, нормально. Маленькая, но зато своя. А хватит ли мне, чтобы здесь сделать? О, кстати, сюда влазит еще одна. Да? У них же будет смежная стенка. Hell yeah. Прекрасно. Три спальни можно будет запилить. Маленькие, но сойдет. И кухню мы, наверное, перенесем сюда. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, да, у меня есть три клетки. Здесь можно будет, например, на одну, можно даже на две углубиться. И сделать что-то типа кухни здесь. Сюда перенести стол, все остальное. И... Ха. У нас очень далеко еда находится. Можно будет холодильник перенести тоже сюда. Каким-нибудь синим его сделать. Здесь, допустим, будет чистый холодильник с продуктами. Упс. Типа того. И здесь будут прям продукты-продукты. Может его еще углубить, например. Пусть они будут одинакового размера. По длине. У меня есть желание сделать двойную дверь. И здесь типа двойная дверь будет, чтобы тепло хуже оттягивалось. И здесь очень близко до генератора. Здесь будет охлаждаться. Еда будет чисто здесь. Здесь будет склад для всяких помоев, кстати. Вот это можно отключить. И... Да, 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 да. И, допустим, чисто холодильник здесь, здесь... Наверное, не так. Я не могу определиться, но это... Планирование тоже важный этап. Например. Сюды. Так. Упс. Вот. Здесь будет разделочный стол. Здесь будет еда. Можно будет рядом донести, разделать. И здесь будет кухня. И это достаточно близко до комнат колонистов. Здесь будет аптека. А, больничка. Здесь мы сделаем тюрьму для заключенных. В которой у них будут свои отдельные камеры. Им не нужны большие камеры. Да ё-моё. Криворукий. Ух, криворукий. Вот. Допустим, две здесь. Они выкопают ещё часть железа. Да, 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 да. Я вот думаю... Да, наверное, можно сделать вот так. Здесь будет ещё одна камера. Вход в тюрьму будет здесь. Здесь будет дверь. И здесь в перспективе будет ещё одна. Ну и далее. Они будут там раскапывать. Первые, которые сюда попадут, здесь, в принципе, можно бы две сделать. Мы можем сразу построить здесь комнату. Перенести отсюда, здесь сделать медицинскую комнату. И должно получиться неплохо. Но, опять же, это всё впереди, когда появится ещё какое-то количество колонистов. Пока... Пока сложно. Давайте посмотрим, что ждёт жёна сегодня. Поехали. Как минимум, нам нужно выкопать... Что я говорю? В смысле выкопать? Нам нужно собрать немного дерева. Выделить схожие предметы. В видимой области. Собрать вот так. И он теперь будет развлекаться. До тех пор, пока не заполнит удовлетворённость. Он будет в состоянии удовлетворения. В хорошем настроении. И... Тут должно сыграть нам на руку. Я добавил мод Combat Extended. Теперь здесь добавились механики. Типа перезарядить оружие. О, слушай. Занимается исследованиями? Молодец. Давайте исследования... Не, не, не. Исследования в приоритете. Исследования сейчас в приоритете. Пускай он... Пускай он поднимет... Подожди, а... Почему ты не готовишь себя? Пусть приготовит себе еду. Зачем он ест сырое? Ух ты. Агрессивные животные. Кто там? На вашу территорию изобрели агрессивные гуси. Поражённые заболеванием, известным как Агриоз. Они будут рыскать по окрестностям в поисках человеческой крови. Блядь. Эти животные не будут пробиваться через закрытые двери, если, конечно, не увидят, как в них забегают ваши поселенцы. Спрячьтесь заранее, и вы будете в безопасности. Они также не нападут на турели, если вы отключите их. Подождите один-два дня, и гуси уйдут. Охренеть, ты посмотри их. Целых четыре штуки. О, чёрт. А мне интересно, они пойдут через этих? Через мега-пауков? Не, они, скорее всего, пойдут отсюда. Но у нас есть... Целая вереница ловушек. Так, Джона. Мне нужно от тебя кое-что. Мне нужно, чтобы ты эту и эту дверь открыл. Пока гуси идут... О, кстати! Они действительно бредут. Возможно, всё окажется намного проще. Не, не, не. А, ну, смотри, да-да-да. Там можешь пройти. Они действительно бредут через мега-пауков. Так, почему вы не агрессируете? Почему вы не убиваете мега-гусей? В смысле, мега-пауки не убивают обычных гусей? Вообще игнор, ты посмотри. Ё-мо-моё. Но они в любом случае отсюда не выйдут. Здесь же перекрыт путь. Ну, типа, потусят. Ну и ладно. Как твоё исследование технологии аккумуляторов? 7 из 400. Не, ну, потусят, потусят. Потом, рано или поздно, пауки проголодаются. Они всё-таки идут сюда. Но идут двое. Они могут... Они могут сразу погибнуть. Кстати. Если они всё-таки зайдут. Есть минус. А где труп? А, нет, есть, есть, смотри. Ага. О, уже два. Заходи, заходи. Давай, гусь, не стесняйся. Лапай, ещё один. О, щит, у нас... У нас будет куча халявной еды. Я боюсь, что он пройдёт сейчас какой-нибудь дорогой через ловушки и погибнет. Поэтому я сохранюсь заранее. Я знаю этого идиота. Не, не, слушай. Подожди, а что, второй сразу... Гниёт. А почему он сразу сгнил-то? Ну, видимо, какой-то баг. Слушай, он прям настроен изучать и развиваться. Но батареи нужны. Батареи это, в принципе, приоритет. Остальные гуси могут подойти потом. Вообще плевать. Слушай, жена проводит. Время хорошо, смотри. У него удовлетворённость. Единственное, у него ужасная спальня, которая в крови вся испачканная. Но разве не все мы так живём, в конце концов? А гуси нормально подружились с мегапауками? Ужас. Но рано или поздно они тоже сюда подойдут и отстегнутся. И куда-то нужно гнилого гуся унести. Потому что нам-то он точно незачем. А куда? Куда уносить трупы? Его можно перенести в воду. В воде быстрее разлагаются трупы. Не спрашивайте, откуда я знаю. Собрать созревшие. У нас, в принципе, куча еды, но я бы заморочился и собрал ещё. У нас скоро созреет рис. И можно будет этот участок риса поменять на кукурузу, допустим, чтобы у нас разные типы еды были. У нас осталось ещё немного мяса, в принципе. Давай, Жона, просыпайся. Ты нормально себя чувствуешь? Налёт. Враждебные члены племени из фракции Восточный Блок расположились поблизости. Противник нападает немедленно. Гада разведчица. Возраст 50. Изгой. Дубины из стали. Шрам откул от ираны. О! 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 Это... Так, Жона, ты не высовывайся наружу. Я тебя прошу. Посиди внутри. Слушай, бегун. Она не может заниматься простой работой, но её можно посадить в стрёмную маленькую комнату, потому что есть перк Аскет. Посадить за стол и заставить просто учиться. Ещё можно её снарядить и делать искусство и кулинарией заниматься. Чёрт. Я случайно альтабнулся. Что там? Она живая. Четыре часа. Чё, нам нужно сделать тюремную камеру. Наверное, мы её зафигачим здесь пока. Охренеть. И надо будет сразу отделить эту территорию. Безусловно. И туда перенести заключённого. Так, нам нужна кровать. Я забыл, где они. Пожалуйста, скорее. В смысле, мы на паузе. Чё быстрее это. Сделаем здесь. Сделаем её тюремной. Захватить. На ней не было, да, вещей? Рюкзак из ткани. Ууу. Это моё. Это моё. Как у неё там по... Адская боль. Три часа. Но он должен её стабилизировать. У него хоть и плохой уровень в медицине. У неё там ноль. Единичка вот сейчас. О, ещё один гусь. Откинулся. И остаётся ещё один. Всё. Правое бедро отломали. Ловушка сработала на ура вообще. Так, ты можешь взять себе... Всё, ещё один гусь вдох. Отлично. Отлично. У нас здесь холодно, да? Всё морозит? Да-да-да-да. Так, мы теперь поменяем тебе приоритет. Джон, ты, конечно, красавчик. Вообще слов нет. Учёного уберём на данное? Ну, потому что нам пока нет необходимости. Стройку обязательно. Надо зарядить все ловушки по новой. И... Харвест, да. Садовод, да. Чтобы он добыл дерево, он добыл растение. У нас созреет... Ну, ещё не скоро вырасти и дрейц, но тем не менее. И нам необходимо... Зафигачить здесь стену. И дверь. И это будет тюрьмой. Как у гады с... Шанс вербовки 52. Сопротивление 30. Ну, достаточно высокое. Достаточно высокое. Но... Если получится, то у нас будет... Учёный с навыком 12. Хренеть. А правое бедро, оно, типа, не может ходить, да? Пока мы ей не сделаем... Деревянный... Деревянную ногу, да? Джон, ты готов провести операцию? Зубной протез. А, он не умеет. Вопрос времени. Джон, по-моему, я тебе поменял график. И ты уже не занимаешься изучением. Ты занимаешься чем угодно другим. Вот. Ну, это другое дело. Заражение. Ты чё? Эффективность 44. У-у-у. Чё, подожди, чё по статам? Качество лечения 18. Иммунитет 3%. Заражение 3,6. 4, 5. Сука, ноздря в ноздрю идёт. Страшно пипец. Есть. У нас есть тюремная камера. Наверное, нам всё-таки стоит построить копию кровати. И сразу убрать кусочек камня здесь. Хотя... Плевать вообще. Какая разница, как в тюрьме кровати расположены. Эй, соглы. Зафигачим здесь кровать. И сразу заключённого туда перенесём. А здесь кухня освободится. Вот же он решил высадить хлопчатник. Как у тебя там... По заражению 12. Иммунитет 29. Пт-п-пт-п-п-п-п-п... 31 заражение. 30 иммунитет. сколько до до перевязки 3 часа 2 часа как раз джон сейчас поспит а у меня больше нет лечебных трав да яйк придется лечить вручную я не думаю что уровень что качество лечения будет лучше заражение 40 иммунитет 37 джон простишь мне придется тебя будить 15 процентов а нет она умрет он нет 53 процента черт зараза нет но почему рандомный рэнди за что у нас был шанс сделать все хорошо 57 6 не без шанс без шанс тайник с ресурсами гиперткань копье потрясения мы не готовы мы пока не готовы никаким приключениям и у нас генератор перестал работать и на складе все потихоньку начало портиться потому что у нас нет здесь ветра мешать черт почему я такой слепой так не будет мешать так все еще будет мешать ну что ж майбет майбет и будет дверь здесь яйкс неловко получилось это отменим построим да плевать пока это это вообще сейчас неважно это не нужно здесь будет да да типа такого и вот здесь еще яйкс эх гада ты могла к нам присоединиться но как бы 8067 не без шанс без шанс мы можем потренировать на тебе из-за того что нет лекарственных трав я не могу проводить операции но ты шо гонишь а здесь есть лекарственные травы а я думал попрактиковаться хотя бы все равно она погибнет ну году умирает явно тут без вариантов 94 если бы у нас были лекарства кстати джона как у тебя там по сну ты уже неплохо отдохнул давай ты еще полечишь чтобы еще все она умерла она умерла а мне интересно почему он не занимается тем что я ему сказал строительство ученость 4 я его запер на по нет он не ограничен по территории ему просто нравится заниматься изучением ттт разделывать тушу трупы людей свежая б и дальность например не дальше чем здесь дикарка в эту местность изобрел человек привыкший жить среди диких животных ее зовут завала вы можете попробовать ее приручить учить к тем все-таки рандомная рэнди хочет нам кого-то подсунуть мазохизм то и интересный перк интересный перк мужа ненависть слабый иммунитет медицина 10 ближний бой 11 а не может ремесла мусорной работой заниматься 57 лет больная спина шрам отклад и раны на торсе работа снижена на 90 движение на 70 не 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 пусть развлекается так джон джон я я все понимаю я где-то пропустил деконстракт да да вот это важно вот это важно потому что у нас портится еда не важно задание не важно сейчас так давай мы сейчас еще найдем здесь так созревших нет а другие деревья вот эти выделить созревшие по видимой области собрать созревшие несколько штук есть нам немного дерева надо в принципе о чёрт у нас принципе еще есть еда так все заработало наконец-то я исправил свой косяк здесь нужно чуть-чуть достроить можно выровнять воодушевление творческий подъем к сожалению он не занимается творчеством но если бы занимался он бы мог а завала умерла да они она просто с мега пауками затусила у вас гости группа из фракции by matter бедуэйра посещает ваше поселение кажется у них есть какие-то предметы для обмена давайте потрейдим давайте потрейдим приходите чё делаешь же а нормально молодец так давай ты соберешь потом мы попробуем поторговать дубины да да дубины продадим эту дубину продадим у них есть лекарственные травы у нас есть 48 серебра шляпа котелок из кожи социальное влияние плюс 15 вот это flex мы пожалуй возьмем лечебные травы есть у нас еще здесь да у нас здесь есть еще немного лечебных трав которые можно собрать у нас целая тонна еды между прочим но дерево дерево сейчас приоритете конечно у нас очень мало дерева видимой области собрать созревшим далековато но пока здесь то есть от торговца о подарок подарили они подарили серебро и хрена себе ребят ну вы конечно молодцы спасибо фенкс другая проблема вот этого дарение серебра в том что как бы чем богаче наше поселение тем страшнее рейды которые с нами будут происходить я не хочу проверять так все тюремная камера готова отличная кровать джо ты гонишь вот эту ты переставишь сюда и а вот эту ты переставишь себе и будешь вообще супер молодцом отличную кровать собрал ты посмотри посмотри как вырос наш малыш шо у него там 7 строительства 5 горное дело 7 растеневодство кулинария 3 ремесло 2 медицина 2 умственный труд 3 дальний бой 3 отлично опа опять налет так вот это будет комната для пленников восточный блок у их двое теперь вот раз как-то и бан и для бривас разведчик нож и стали и дубина у них с собой что у них по скиллам тяжело не в растении живучесть ловкость не в растении вот это интересно но не в том случае когда мы так сильно страдаем но страты кстати 11 в растении водстве 10 медицине хороший врач был бы бегун же на ненавистник который не может заниматься простой работой что ж у нас джон у меня плохие новости но они буду сразу до нападать джон тебе надо мне не хватает ресурсов чтобы достроить 45 древесина надо надо было из железа делать джон пожалуйста беги в домашнюю область скорее только не отсюда ты же умрешь понимаешь совсем тупой тебя жизнь ничему не учат о гости пришли а это все у него и кстати дверь с собой лежала еще в инвентаре ну ладно джон ты молодец справился это дико повезло дико повезло я все-таки думаю кстати чё бы и зачем ее разбирать мы и установим здесь чтобы он проходил прямо отсюда не было у него желания проходить через какие-то непонятные локации погибать зачем ты посмотри на этого идиота он он рано или поздно умрет на капкане я те клянусь он все равно пробежал ты посмотри какой тупейший идиот его спасает только его везучий сейчас почему нельзя здесь запретить ходить я я те сделал дорожку вот здесь вот тут вот тут что ты ходишь то где попала что совсем и у нас гость давайте посмотрим что он может нам предоставить сегодня ну-ка у него есть продвинутые медикаменты но что не продвинутые просто медикаменты я бы взял пару штук я возьму пару штук это прям huge на самом деле вот эта штука могла бы очень сильно спасти нас так обычное лечение надо сразу спланировать кстати можно типа я помню что можно не суть чтобы назначить определенное лечение для заключенных и надо что-то сделать с этими трупами конечно же я не помню я добавлял мод с братской могилой место проведения свадьб могила но просто нужно замутить какое-нибудь место куда можно складывать трупы допустим пусть это место будет здесь и здесь мы сделаем область где будут гнилые трупы животных людей механоидов допустим слушаю и и кстати не убивают мег пауки шари у них прям нормально там наладилось реально дикарка так джон мне все еще надо чтоб ты все-таки добыл где-нибудь дерево с деревом вообще плохо видим области срезать о не 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 да сбег куча деревьев он решил убраться еще уберем его с домашней области так и пожалуйста трупы гусей перенеси прямо сейчас что понятия не огорчали потом можно будет туда закинуть просто коктейль молотова и как бы вопрос будет решен 471 по еде 3 блюда и сейчас самое основное это заняться добычей дерева строительство на второй план нам сейчас нечего строить в принципе садовод на первый редкие труба небольшое стадо труба забрело в этот район эти редкие и миролюбивые по своей природе существа тем не менее чрезвычайно опасны при столкновении отчасти поэтому некоторые торговцы готовы заплатить огромные деньги за их драгоценные рога и кожу труба покинут эту зону в течение нескольких дней 163 года ух ты черт не пусть развлекаются без нас о как он не погиб как он не погиб скажи мне как он прошел и не погиб спасибо джо за то что вынес труп и теперь мы будем добывать дерево и и переносить и отдыхать ты неплохо справляешься вообще молодец и у нас будет чуть-чуть древесины и сможем наконец-то воплотить идеи из с комнатками осталось еще наверно пару деревьев да у пара вот этих пар этих и все я больше не вижу хорош просто молодец просто молодец ты здесь еще а он этим не до стрек и здесь еще ща отменим я думаю достаточно на данный момент чтобы он не заморачивался занялся чем-нибудь еще так садовода можно убрать носильщик в приоритете пусть он все вынесет деконстракт второе и зарядим ему строительство и шахтерство сейчас чтобы он занялся вот этим вопросом наверное эти можно оставить б мы их просто потом сгладим я ставим как реальные стены здесь можно убрать это можно оставить а там заключенные будут сами разбираться со своими комнатушками хорош хорош 365 дерева еще здесь огромная куча из трехсот четырнадцати единиц дерево который он не собрал карпат длинный лук джон не хочу отвлекать от строительства но это нужно перенести потому что этот лук я подозреваю будет лучше твоего нынешнего и взять взять оружие да во первых это нормальный лук 60 процентов эффективность прицела дальность 33 достаточно далеко стреляет д д д д д хорошая тема вот это не надо разбирать стенку а ну и и придется разобрать но пока не суть главное сейчас вырубить вот это и сюда перенести спальню он уже не бегает через ловушки все у нас есть отдельная комната для трупов белка прибивается белочка для тебя плохие новости нам не нужны белки так вот это мы выровняем мне не хотелось бы чтобы это все выглядело разного цвета типа отдельно камни отдельно дерево но это все что мы можем сейчас себе позволить так джон подожди пока к ты еще не совсем за ну почему ты не вернулся ко сну я не хотел тебя будить на на полную так сказать белки нам не нужны это точно я бы еще хотел разобраться с этим енотом я боюсь что просто меня завалит в пвп так сказать вот это в перспективе будет все убрано здесь будет еще одна комната еще одна здесь покроем полом здесь сделаем больничку и нормально еще же проснется и отправим его этим заниматься куры прибивается к поселению вы чё гонь ёпт да ты чё гонишь что ли 10 куриц и чё мне с ними делать типа оставить чтобы из них яйца добывать это не самая наверно крутая пища но это как минимум куча еды я не могу на это нормально реагировать это дичь это дичь я не знаю как на это отреагировать на самом деле но их в любом случае надо будет забить без вариантов они они нам сейчас незачем во первых они сожрут весь рис это я вообще гарантирую если он еще к ним привыкнет они все равно начнут супер быстро умирать где-нибудь не то что я хотел сделать где-то еще одна стала мнение все мне очень неловко джо из-за того что пришлось так поступить с бедными курочками на такова их судьба черт ну какого хрена рэнди за что чё у нас по температуре минус 4 не вроде работает вот здесь нельзя будет строить незнакомец нуждается в спасении все-таки они тебя на коз следа а пищевое отравление болезненно ну ссоре я боюсь удойти меня вот это ебак пугает вот это здесь нельзя строить потому что это будет мешать здесь будет двойная дверь а здесь будет просто закрыт так немного кривая получится комната но это холодильник условно как бы особо то наверно плевать да я я думаю это не столь страшно джо куриц все-таки надо бы перенести срочно нельзя так расточительно с едой обходиться куда-то пошел хорошо делаешь нет не давай давай мы не будем носить чужие ненужные трупы я думаю тебе есть чем еще заняться подбирай древесину вот это другое дело вот это ты молодец и сразу отправим его наверное порубить вот это мясо куриное чтобы освободить ячейки потому что курица до хрена место занимает так папа папа бутер единица шахтер . двоечка здесь переставим сюда поставим тебе прикроватный столик сколько у нас ресурсов дерево чуть-чуть есть можно тебе зафигачить покрытие дощатый пол возможно тебе такой больше понравится хулиган из фракции бомбард бидуеру ну так иди по своим делам stalker трансгуманист какой-то извращенец так после того как ты все пригорода строительство у него стоит в приоритете солнечная вспышка прекрасно просто замечательно очень хорошо так а можно не делать кровать от перестать да 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 не на 1 у нас уже есть отличная кровать которая тебе подойдет джон ну конечно молодец нам надо расширяться сто процентов это же это же можно по моему не можно убрать но мы можем переставить склад станет чуть пошире яйкс вспышка вот это не очень хорошо я боюсь что у нас может испортиться мясо полтора дня не должно не должно по идее вот тушки могли бы испортиться легко и вот эту дверь переставь сюда какой-то молодец а чё по спальне кстати вот это но она неплохая неплохая комната сойдет джо куда-то пошел а древесина нормально и вот это можно раз и все внутри охлаждения паперу супер вот эту комнату мы расширим и это будет что-то типа аптеке наверно аптеки то что типа больнички генератор по все отлично растеневодство 8 супер супер и здесь да еще чуть-чуть вот это я хочу здесь сделать зону посадки допустим вот так здесь у нас будет лечебный коварень же как проснешься у меня есть для тебя задача я я случайно тебя разбудил сорян ну раз ты уж проснулся я просил тебя заселить заселить здесь ты залупа конская фермер вот у нас здесь будет расти еще лечебный корень которого не хватает всегда а фишка в том что здесь плодородность 140 будет расти он безумно быстро ты посмотри на эту скорость роста космическая скорость офигеть вот бы он еще весь участок засадил но пофиг это это уже достаточно неплохо так нам нужно однозначно расширяться я думаю мы можем отгородить вот эту часть и здесь сделать узкий проход чё нас по ресурсам у нас есть дерево но из дерева мне не хотелось бы делать можно сделать стальную д следующее сделать деревянный следующий тоже сделать деревянный я понимаю что ты куча ресурсов но как брат рано или поздно чё у тебя там за проблемы у тебя нет шансов не интересует вот мы здесь сразу отгородим территорию а потом в перспективе это можно быть конечно же убрать перенести все сюда можно было сразу здесь сделать нас лучше конечно мы это все было бы делать из камня но кто мы такие чтобы делать лучше группов бум крысы обанда нет орлост охренеть они тоже ко мне присоединились вы чё гоните бум крыс можно было поставить на самом деле с ней же можно добывать они кстати могут переносить а натравливать их можно их бы можно было бы бум крыс же можно да и да с них дропается топлива биотоплива как и информацию о них посмотреть можно оставить пару например возраст 4 4 5 7 4 3 4 допустим черт а здесь написанных возраст ну конечно безусловно вот мы оставим 2 и то лучшее что мы можем себе позволить для них придется делать отдельную еду сука что-то делать надо так давайте поставим им местечки спальная спальное место животных зареза вот этот провод сюда перенесем 7 так и из них мы оставим 2 надо им сделать какую-нибудь отдельную территорию и наверное здесь сделать место чтобы складывать еду для них они что военные как инфуа них посмотреть его похоже на грызунов модифицированы как оружие взорвается при смерти и вызывая пожар овощи фрукты сырое мясо тела семена живые растения блюда обработанная пищи смерти и спирта спирта комбикорм мы можем делать для них комбикорм и вот этих оставшихся двух мы приручим остальных удалим так и у нас место для готовки здесь а он он умеет нужен кухонный стол нужен кухонный стол ладно разберемся пока можно им разрешить сделаем всем потом часть все равно отстегнется и область сейчас наладим сразу область 1 могут тусить здесь блин они же начнут жрать мясо там и прочую хрень зараза ладно пусть тусят пока где угодно две штуки я думаю не сильно нас объедят я надеюсь они не взорвутся внутри территории будет будет неловко допустим не тусят типа где-то здесь и можно скармливать трупы кстати все пусть еще тут да неважно также а он начнет их сейчас добивать они будут взрываться да если они начнут взрываться это как бы не очень интересно будет я надеюсь они будут взрываться да я сохранюсь я я не доверяю черт хоть бы они взрывались я думаю они будут взрываться они взрываются я их можно отменить мы можем воспользоваться этой ситуации делаем неограниченно здесь этим делаем область тут мы можем этим воспользоваться да ну-ка а вот это если я разрешу открыть чё у них пошел биф нормально супер и у нас остались две а эти здесь еще горят тараканы плохо время до проводишь плохо время проводишь оба так а можно не не надо а все он передумал джонка как у тебя по здоровью там ожоги а ты уж себя вылечил молодец не сдох тоже не сдох да зараза ну и хорошо накоцала кстати навык чтобы их тренировать 7 должен быть охренеть у нас 0 да в этом вопросе тренировки животных ну значит рано или поздно они откажутся с нами дружить джон умоляю джон возьми хорошее лекарство где кстати она у тебя в инвентаре я надеюсь джон 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 да не лечись а помоями брось на пол вот пусть он себя хорошими медикаментами вылечит джон медлите плохие новости похоже ты умираешь как твое заражение 913 яйкс ожог точно не помогает в этом вопросе ты очень хреново себя вылечил к на 15 процентов себя вылечил современными лекарствами . ниш отстает на 5 процентов охренеть чё по нужным как те холодно 10 ну 10 градусов да вообще конечно прохладно а здесь нет крыши вот это и отлично придумал надо я сам брал здесь крыши джо не умирай джо мы только начали через сколько там повторное лечение 2 часа мацтем уже на 6 процентов джо мы мы умираем с тобой понимаешь лечить себя где 34 процента папа кушай мы все равно отстаем отдыхай умоле джо 10 процентов мацтем на 10 процентов кстати по моему начали нагонять не все очень плохо джо умрет походу я бы народ и посмотри он умирает до смертельная болезнь левая нога а мы можем отрезать себе левую ногу установить деревянную левую ногу какой бы не третьем уровне по медицине джо моля наш последний шанс если ты сам себя прооперируешь так он себе лечит он отрубился все он умер да все черт яйкс и это большая неудача и это большая неудача большое спасибо что присоединились это был джонни специально для канала joy там где закрывается одна дверь прохождения открывается тысячи других возможностей я надеюсь что мы еще ворвемся в рим ворлд если у вас есть предложения по этому поводу оставляйте их в комментариях к этому видео еще раз огромное спасибо всем всего хорошего и пока